Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Прямо сейчас с нами на связи. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Перед тем, как перейти к обсуждению самого пакета, хотелось бы вообще поговорить о возможности его применения. Венгрия угрожает блокировать 11-й пакет санкций ЕС против России. Будапешт может блокировать новые санкции. В связи с включением венгерского ОТП-банк в украинский список международных спонсоров войны, о чем предупредил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Он написал в своем фейсбуке, что для ясности нам очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина оставляет ОТП-банк в списке международных спонсоров войны. И также Будапешт считает внесение этого банка в перечень скандальным прецедентом. Ну а ранее еще Сиярта сказал, что прошу успокоиться Росатом. Точно против ядерной энергетики не будет санкций. Ну теперь похоже, что и в отношении товаров двойного назначения можем не увидеть в полной мере 11-й пакет. Скажите, по вашему мнению, какова судьба 11-го пакета санкций? Ну судьба, я надеюсь, достаточно хорошая, но сложная. Уже 3-4 попытки согласовать пакет санкций не привели к успеху. Наши партнеры, как из Прибалтики и из Польши, настаивают на более радикальных санкциях. А старые демократии продолжают такую политику мягких санкций. То есть вот так же, как с поставками вооружений. Не спеша, но уверенно хотят доварить экономику Раши. Это как лягушка на медленном огне. Ну вот два стиля все больше и больше конфликтуют между собой. Но я надеюсь, что все-таки этот 11-й пакет уделит большое внимание методам обхода санкций. Но самое радикальное средство, допустим, запретить этот обход, уменьшить его существенно, по сути, запретить экспорт продукции в другие страны через Рашу. Потому что сейчас, вот что происходит, допустим, такие новые вдруг гиганты по импорту, как страны, президенты, которые приехали на парад, плюс еще несколько стран Турции, начали заказывать очень много продукции, которую раньше они не заказывали. И эта продукция транспортируется к ним через территорию Раши. Очевидно, ну, очевидно для всех, наверное, для тех, кто принимал санкции, что они не доедут, так, допустим, до Казахстана, а прямиком будут направлены на военные заводы или заводы, которые испытывают дефицит, например, в обслуживании самолетов, подшипники. И вот самое главное сейчас – это нанести удар по обходу санкций, которые практически не работали. Они жизнь усложняли для Раши, да. Это дороже импорт этой продукции был для Раши. Надо было платить за транзакции намного больше, они медленнее, качество товаров не то, номенклатура не то. Но, тем не менее, пока краха экономики Раши не последовала из-за технологических санкций. Но я бы рекомендовал нашим партнерам, да, вот сделать такой запрет на транзит любых подсанкционных товаров, и даже может быть больше через Рашу, это номер один. Номер два – обязать банки, потому что это самые дисциплинированные игроки, контролировать такие транзакции, то есть чтобы банки осуществляли контроль за такими операциями, анализировали их, все включали такие операции с этими странами в разряд подозрительных. Такие инструменты есть. Если это подозрительные, это значит идет информирование спецслужб, чтобы они анализировали такие контракты. Это второе предложение. И третье предложение, чтобы были жестоко наказаны как экспортеры, то есть предприятия Евросоюза, так и фиктивные получатели этих товаров, да, предприятия, которые расположены, ну вот, в странах, которые, к сожалению, позволяют Раши обходить санкции. Ну, штраф должно быть, ну, я бы предлагал десятикратный штраф на стоимость контракта. А по особо опасным может быть и стократное. То есть такие штрафы должны приводить к краху предприятий, чтобы было страшно даже думать об обходе санкций. Ну, и есть еще и другие предложения. Ну, и, конечно, мы ждем новые санкции по Росатому, да. Это спрут, который опутал всю ядерную энергетику мира. Более 50% связано с Росатомом, вообще индустрией атомной в мире. Почему это происходит? Потому что Раша, по сути, бесплатно проектирует атомные станции, бесплатно строит их, в кредит строит. А сейчас они нашли еще такую форму, как, по сути, они там и собственники этой атомной станции становятся. Это, по сути, пятая колонна технологическая, разведывательная в западных и восточных странах. В Турции, в Белоруссии, в Венгрии, ну, было в Болгарии. Вот. Поэтому надо накладывать санкции. Первое. Запрет на проектирование новых санкций. Очень-очень быстро можно сделать. Второе. Санкции на весь персонал Росатома. Запретить выезды за границу, командировки. Дальше можно приходить к, ну, давать год запрету на экспорт технологий атомных из Раши. Потом запретить через 2-3 года экспорт сырья. Его можно заменить. Казахстан может заменить, Украина богата ураном. За полтора года можно построить завод, который будет снабжать наши, по крайней мере, атомные электростанции сырьем. А потом, последний момент, это запретит даже утилизацию ядерных отходов в Раше. Потому что это тоже опасно для стран Европы быть зависимым от этого террористического государства. Ну, вот, хотелось бы видеть, чтобы санкции были по Росатону. Не доработали еще наши партнеры по банковскому сектору. Вот ОТП-банк, да? Есть же еще Райфайзенбанк, который был чемпионом по прибыли в Раше. Налогов на прибыль он сплатил чуть ли не полмиллиарда, чуть меньше долларов. Представляете, какие обороты, да? Ну, да, банковский сектор западный по сути присутствует и в Раше и это неправильно. Я бы дал бы три месяца или полгода и запретил бы всем банковским учреждениям находиться в этой стране. А так как там больше двух десятков западных банков, которые работают на агрессора, проводят транзакции. Ну, вот и так коротко по одиннадцатому пакету. Есть над чем работать. Да, есть над чем работать. И вы так много аспектов в принципе упомянули. Собственно, почему опять застоприлось тоже обсуждение этих санкций одиннадцатого пакета. Вот Польша опять-таки настаивает на том, чтобы в этом пакете обратили внимание на экспорт российской продукции сельскохозяйственной тоже. Сельскохозяйственной Да, сельскохозяйственной в том числе и пшеницы через Европу. Ну, насколько это поможет хоть как-то тоже ударить, скажем так, по общему кошельку Российской Федерации. И также вы вспоминали о транзите товаров. Насколько это, вот Казахстан предлагал усилить контроль тоже некими чипами, ну, и чтобы отслеживать передвижение всех этих товаров, но здесь может все просто перейти в контрабанду. Вот этих два риска и пользы в принципе этих предложений. Давайте польское предложение запретить экспорт продукции сельского хозяйства из Раши в Европу. Ну, очевидно, это давно надо было делать. И вообще, видите, более широкое предложение у меня было, и сейчас оно есть, сделать экспорт Раши во все страны мира невыгодным. Для этого надо внедрить экспортную пошлину, да, на экспорт рашистских товаров на уровне 35%, то есть в любой стране продукция, любая продукция, кроме нефти, газа, там, где другие механизмы действуют, которая продается за рубежом, она продается на 35% дороже, то есть рашистский экспортер получает нормальную стоимость, а 35% за что будут платить или другие предприятия, или люди, будут идти в специальный фонд, и часть этих денег должна идти, конечно, в Украину, в Украину, да, тогда мы нанесем удар комплексный по всем экспортным товарам и услугам Раши, да, это можно сделать, ну, давайте начнем не с 35%, а с 25%, и почему? Потому что Раша остается достаточно открытой экономикой, ее судьба зависит от экспорта, ну, конечно, в первую очередь нефтегазовая индустрия экспорта этих товаров, ну, там все хорошо, там все падает, катастрофически падает, а другие товары, ну, как-то оказались вне подозрений, вот, вот, поэтому польское предложение, очень правильно, я бы предлагал расширить его, на весь экспорт Раши должна быть пошлина, и множество запретов, которые осложнят технологию экспорта, там, заход в порт, суден, собственник, которым являются Раши, или команды, или страховка из Раши, вот, должно быть тактика много уколов, пусть они будут мелкие, но они должны быть непрерывные и постоянно, почему, потому что экономика Раши легко адаптируется к любым ударам, вот удар, а она нашла обходной путь, значит, должен быть завтра другой удар, третий удар, удар по тем, кто помогает обходить, вот, должна быть динамическая активность и Евросоюза, и Штатов, и других, и других стран, да, только так можно победить этого дракона. Будем вас благодарить за этот анализ, за такие подробности по 11 пакету санкций и по предложениям, в частности, Польша, Александр Савченко, профессор, ректор Международного Института Бизнеса, банкир и экономист только что был с нами на связи.